Микс Ньюс Глава Совета по Высшему Образованию Янис Ветер, как я уже анонсировала, у нас в гостях, поэтому все, что связано с этой темой, можете задавать свои вопросы 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните и пишите нам в WhatsApp 230-6191. Начинается сейчас время поступления в вузы, конечно, горячая пора, школьники, бывшие школьники выбирают свою профессию, будущее, и у нас буквально на прошлой неделе в одной из программ разгорелась даже дискуссия, нужно ли вообще высшее образование в мире, где, в принципе, можно научиться всему, вот открыв интернет, гугл, очень многие самообразовываются, Не является ли, ну вот сейчас образованием, просто потерянным временем, какой-то бумажкой, которую получает человек, а вот настоящие знания можно найти самому? Ну, конечно, вопрос очень такой значимый, конечно, не только в прошлой неделе, но это, я думаю, уже за последние пару десятилетий очень этот вопрос стал актуальным, и повод, почему это стал актуальным, Это то, что высшее образование от такого элитного образования стало массовым образованием, сейчас 40, даже 50 процентов от какой-то возрастной кахорты получает высшее образование, в Латвии это где-то 40 процентов, и, конечно, можно думать, ну, стоит ли вообще этим заниматься, если у нас действительно везде мы можем найти информацию, Но один из поводов, почему, на мой взгляд, я сторонник того, что высшее образование необходимо, и именно в ВУЗы необходимы, где есть очное, где напрямую можно выйти на контакт не только с преподавателями, но и с другими студентами, Что это единственная форма до сих пор, где мы можем развивать критическое мышление, вообще мышление, и в том числе критическое мышление, потому что критическое мышление практически невозможно развить, если ты один сидишь с компьютером, смотришь в экран, и там огромная масса разной информации, визуальной, аудио информации, тексты, В разных формах эти тексты, и понять, что есть что, можно только тогда, когда выходишь на прямой разговор, и можешь осмыслить, какие мои мысли, какие мысли соседа, какие мои аргументы, и как с этим аргументом я могу справиться, и, ну, если так можно сказать, победить, не победить, но что действительно весомое, а что оказалось только на первый взгляд что-то значимое. И потому высшее образование, фактически, как именно форма такого очного прямого контакта между людьми, которые хотят что-то познать, узнать, развить в себе, это, конечно, очень значимая форма, и, слава Богу, в Латвии эта форма до сих пор, ну, довольно популярна, если я как сказал, где-то 40% от возрастной кохорты все-таки получают это высшее образование. А с остальными что, они не получают или это техникум? Что, пожалуйста? С остальными процентов. Вот эти 60%. Ну, там есть одна часть, которая получает профессиональное образование, эти профессиональные и средние школы, и, ну, колледжи у нас считаются уже высшим образованием, но в каком-то смысле колледж тоже профессиональное образование, конечно, но профессиональные и средние школы, и профессиональные школы, не только средние, но вообще профессиональные школы, это, ну, ты скажешь, это орудский голос. Техникум. Да, ну, это техникум, это уже немножко выше, опять. Но есть такие, где нет среднего образования, нет степени средней, но есть какая-то профессия и получается. И эти все формы нужны, потому что, конечно, не всем нужна высшее образование, и не всем нужна именно вот такая форма мышления как приоритет. Надо работать руками, головой, разные другие навыки развивать. Но вы сказали, что вот этот процент растет, а получается, что тенденция все-таки идет к тому, чтобы высшее образование становилось все более и более распространенным в тенденции в мире? Ну, да, и это, очевидно, связано с тем, что меняется рабочий рынок, потому что такие, ну, как можем сказать, простые рабочие места, где простой работой надо заниматься, может быть, простой физической, но особенно простой такой, ну, это не, ну, можно сказать, умственная работа, но человек, который делает какие-то вычисления у компьютера, разные финансовые расчеты, разные другие работы, которые более-менее технические, и там у нас основной соперник или конкурент высшего образования, это искусственный интеллект, который, конечно, в ближайший год сделает огромные изменения в высшем образовании, в том числе и в рабочем рынке, но анализ данных, да, это анализ, это сделать выводы от того, какие расчеты сделаны, предвидеть, ну, как-то активизировать свою интуицию, что надо делать, что не надо, в какое направление идти, там все время, ну, человеческий фактор будет очень важен, это та сфера, где мы направляемся в высшее образование, не только в Латвии, но и в всем мире. Если про Латвию говорить, насколько университеты подстраиваются, вот, по этот запрос рынка труда, насколько часто обновляются эти данные, кто нужен, и есть ли вот этот взгляд на будущее, не то, что вот завтра нам нужно 100 юристов, 200 экономистов и так далее, а вот что через 5-10 лет может понадобиться? Ну, я должен сказать, что университет делает все, что они могут сделать, и в том числе Латвии, но задача непроста, потому что никто не может по-настоящему предвидеть, что будет в будущем, и, конечно, будущее не рождается только в стенах университетов, это рождается в многих других сферах, и университеты как бы с такой, ну, как бы два направления в этом отношении. Это одно, следовать рабочему рынку, следовать тому, как развивается, и, конечно, подстраивать свои программы, чтобы квалификации получили те, которые нужны в рабочем рынке, с другой стороны, создавать рабочий рынок, создавать новых предпринимателей, создавать людей, которые уже подготовить таких, ну, мы не можем сказать специалистов, но подготовить людей, которые готовы что-то начинать новое, которое еще никогда до этого вообще не задумывалось. И в этом отношении, ну, это очень важный фактор, это независимость, аутономия университетов, потому что университет не может быть только, ну, такой институцией, которая обслуживает рабочий рынок. Это важная сфера, но это не единственная. Тогда бы университет потерял все свое значение, если он только обслуживал рабочий рынок. И если мы смотрим разные организации, работодатели, в Латвии у нас там коммерческая камера или союз до работы. Торгово-промышленная палата. Да, и там еще несколько, и, конечно, отраслевые организации, они могут очень точно сказать, что не хватает на данный момент, где перебор, где у нас не хватает специалистов. Но что будет через пять лет? Никто точно сказать не может, и особенно с такой гарантией, и сказать, что вот вы, ну, сейчас прием документов, вы, пожалуйста, начинайте обучать, например, там, 200 инженеров по какой-то компьютерной технике, и все 200 через пять лет, то точно с такой квалификацией мы будем предоставить работу для них. Это фактически никто не может сказать. Это все меняется очень быстро, и потому и есть сама форма обучения за последние 10 лет в высшем образовании, так называемая ориентация на студента, где студент имеет более, такие, возможности в процессе обучения и сам выбирать те предметы, ну, какую-то часть предметов, которые его больше интересуют, где он видит больше перспективы и не оставить все ответственность только вузу или какой-то государственной комиссии или госзаказу, но и сам студент имеет возможность повлиять на свою будущую карьеру. Вот вы про содержание сказали, насколько меняется вот этот способ обучения, потому что я вот там недавно была студентом, и есть преподаватели, которые они так прям, вот видно, что они с новой энергией, с новым подходом, это не обязательно молодые преподаватели, даже там возрастные, они как-то вот смотрят в будущее, у них более новый подход. А есть преподаватели, у которых все так же, напишите реферат на 30 страниц, которые вряд ли потом кто-то просмотрит, и прочие, и прочие какие-то моменты, которые вот как нам родители рассказывали, как они там учились, писали, выписывали, также кажется, что вот и здесь то же самое. Ну, конечно, преподаватели отличаются, я могу согласиться с этим, и, конечно, было бы хорошо, что все были бы с большим энтузиазмом, но, с другой стороны, нам нужны такие преподаватели, которые развивают и укрепляют такие технические навыки студентов, и, например, просто навыки писать реферат на 30 страниц, или какой-то, ну, такой, ну, основные тезисы, ну, какого-то статей, или какой-то книги, или какой-то раздел какой-то научной литературы, это фактически очень важные навыки, как в короткое время и в короткой форме сказать главное, что же было, что прочитал, что в этом, ну, какой-то статье, или какой-то передаче, или в другой форме, которая анализируется, что там было. Это один из моих упомянутых форм критического мышления. Понять, что там было, и что от этого было важное. Если на сегодняшний день говорить, вот вчера, позавчера начиналась вот эта подача заявок, Латвийский университет, как обычно, впереди, в то же время в Рижском университете Страдания на первом месте медицины тоже никаких, наверное, удивлений нет. А что с бюджетными местами? Насколько в этом году процентуально больше на каких, в каких университетах, на каких направлениях? Ну, практически больших изменений в госбюджетных мест нет, где-то 23 тысяч немножко больших госбюджетных мест на все уровни. Это не только бакалаврии или основные программы, но это и магистровские, и докторские программы вместе. Но объяснение очень простое, потому что и финансы те же самые, и фактически, ну, нюансы немножко изменились, но это связано с повышением минимальной заработной платы и какой-то налоговой политики. Но в основном финансовая ситуация не изменяется, конечно, количество бюджетных мест тоже не меняется, и процент госбюджетных мест сейчас это где-то немножко меньше, что это где-то свыше 30%, от общего числа это где-то 30%, а те, которые обучаются полное время обучения, это где-то 40% госбюджетных мест. Это фактически меняется только от того, сколько общее количество студентов, и, ну, на общее количество студентов, ну, стабилизировалось, где-то немножко свыше 80 тысяч студентов у нас в Латвии, но тогда, ну, там мы учитываем всех студентов, и там полное время, и там дистанционное обучение, и разные формы обучения, и там, конечно, немножко сложновато, так просто, арифметически просто это сравнивать эти объемы, но, ну, в принципе, система остается та же самая, что меньшая часть, вот, общего количества студентов обучаются госбюджетные средства, но важно то, что практически все дорогие программы обеспечены госбюджетными местами, это инженерные науки, в инженерных науках фактически у нас нет платных студентов латвийских, потому что все, которые имеют способности и интерес, могут обучаться на госбюджетных местах, это то же самое относится к естественным наукам, это химия, физика, биология, то же самое, там все, которые способны, хотят, это госбюджетные места, но в значимой мере это относится тоже к искусствам, музыка, академия художеств, академия культуры, но там действительно значимо большое количество госбюджетных мест, и, конечно, медицина тоже самая, можем сказать, но сама медицина, где-то 250 новых госбюджетных мест каждый год, и латвийские студенты, там небольшое количество, которые платные студенты, и, ну, конечно, там есть большое количество иностранных студентов, но это уже другая история. Так что эти дорогие программы фактически у нас обеспечиваются госбюджетом, а то, что у нас госбюджет очень в маленькой степени финансирует это социальные науки, это где-то 10, даже меньше 10% от общего количества студентов в этой сфере. Ну, такое, получается, противостояние, еще издавна была такая физики-лирики, вот техническое и гуманитарное образование, все-таки вот это противостояние, некоторые считают, что гуманитарное образование, это, ну, вот как раз-таки имеет меньшую ценность, а, ну, скажем, техническое образование, это инженеры, там, ну, не знаю, даже вот хирурги, вот это то, что, то образование, без которого действительно человек не может заниматься профессионально дальше своей деятельностью? Ну, да, конечно, это противостояние продолжается, и в основном, ну, это противостояние поддерживает два фактора. Один фактор, то, что у нас относительно небольшие деньги выделяются на высшее образование, ну, сравнение, ну, в рамках Евросоюза, мы, ну, там, последнее, предпоследнее место Латвии в рамках Евросоюза на, ну, на госбуджетные средства, если смотрим госбуджетные средства на высшее образование. С другой стороны, это и такая, ну, политическая сфера, те, которые принимают решения, тоже популярная идея, что, ну, эти так называемые, ну, по-английски это STEM, это Science, Technology, Engineering, Mathematics, это естественные инженерные и точные науки, так можем сказать, что в этой сфере, конечно, надо больше обучать, и все социальные науки, это менее значимые. Но, ну, Совет по высшему образованию, мы уже много лет говорим, то, что это, ну, это противостояние не особенно логично, потому что ни одна отрасль не может развиваться только с одного рода специалистами. Даже инженеры, ну, в любом предприятии, сам инженер, это, может быть, ну, в зависимости от отрасли, это, может быть, 20-30% от общей работы, но также нужны специалисты маркетинга, нужны экономисты, нужны юристы, которые все это оформляют, нужны руководители и огромное количество специалистов, которые все представляют социальные науки. И в этом отношении, конечно, сказать, что если у нас будет много прекрасных инженеров, значит, народное хозяйство будет автоматически развиваться, это, конечно, неправда, так не может быть, и нигде это не происходит так. Вы сказали, что на медицинских факультетах, как правило, у нас большое количество иностранных студентов. Можно ли сказать, что именно медицина привлекает этих иностранных студентов, что там больше всего иностранных студентов? Да, конечно. И какие-то страны? Мы знаем, что Индия активно к нам приводит. Кисновой Индии, конечно, было в медицине много, сейчас это небольшое количество Индии, сейчас у нас в основном представляют студенты, которые обучаются в Рижском техническом университете, это инженерные науки, там свыше 400-500 студентов из Индии, которые обучаются. Но в медицине в основном у нас представители студентов из Евросоюза, из Евросоюза стран, там есть разные поводы, но немаловажно, и вся эта проблема с разрешением находиться в Латвии, все визовые вопросы и все остальное, потому что тем, которые жители Евросоюза, там никаких проблем нет, они просто приезжают и обучаются. И нам в основном Германия, Швеция, Норвегия, в четвертом месте Финляндия, и тогда, ну, Великобритании довольно много, фактически эти страны покрывают где-то 85, даже свыше 85% от общего количества медицинских студентов в Латвии. Именно платных студентов? Да, платных студентов, да. Эти люди потом остаются студенты? Практически никто не остается, и там, конечно, очень простое объяснение, это просто то, что можно заработать в Латвии, работая в медицине. Это относительно небольшие деньги. Конечно, есть определенный отрасль, где можно было бы заработать, но там другой вопрос, это языковый вопрос, потому что в медицине, чтобы получить сертификат, специалист должен владеть латвическим языком, если я не ошибаюсь, один уровень должен быть, и, конечно, это вторая преграда. Это одна финансовая, вторая – это языковая преграда. Почему эти специалисты не остаются? Ну, мы, конечно, знаем, у нас есть бывшие ливанские студенты, которые… Депутация у нас есть, есть некоторые еще другие прекрасные специалисты, которые работают в Латвии, но это больше все-таки исключение, чем такая закономерность, и многие из них уезжают, этих иностранных студентов уезжают после окончания обучения, уже резидентура, они осуществляют уже в других странах, ну, в своей стране, откуда они прибыли, в других странах, так что, ну, опять этот языковый вопрос, это финансовый вопрос, это совокупность вот этих факторов, конечно, делает проблематично в сферу с рабочей силой в Латвии, в медицине. Вот сегодня госконтроль опубликовал, ну, сейчас, ну, я понимаю, сегодня будет опубликован, но они уже такое интервью давали до этого, насчет сферы, ну, рабочей, человеческие ресурсы здравоохранения, такой анализ, ну, конечно, там картина не особенно такая, ну, оптимистическая на будущее, потому что в новых специальностях врачей не хватает в Латвии, особенно вне Риги, в сельских местностях, и, конечно, это большая проблема, как удержать наших выпускников, наших студентов, будущих выпускников, чтобы они работали в Латвии, но это уже отдельная сфера, и там высшее образование как таковое, мало что может влиять, высшее образование, университет может быть ответственным за то, что обучение было качественное, что действительно специалист хороший, ну, а как его потом удержать, ну, что вуз может сделать? Ну, действительно, ведь очень большое количество молодых людей, получая образование в Латвии, затем уезжает дальше в Европу, рынок открыт, и вот это является ли проблемой, например, ну, студент обучался на бюджетном месте, то есть практически государство вкладывало в него, рассчитывая на то, что он дальше продолжит работать в Латвии, а тем не менее он уезжает в другую страну? Это, конечно, проблема, это, опять, не проблема только Латвии, это вся центральная и восточная Европа, которая сейчас находится в Евросоюзе, для всех этих стран это большая проблема, но с другой стороны, мы должны смотреть, ну, с такой более общей взгляд на эту проблему, ну, что, ну, это одна из причин, почему вообще создан Евросоюз, это свободное перемещение рабочей силы, финансов и рабочей силы, но финансов и ресурсов, в общем, в том числе человеческих ресурсов. Это одна из таких очень важных, очень важных таких преимуществ Евросоюза, и, с другой стороны, мы можем сказать, конечно, латвийское государство вкладывало деньги в обучение, специалист уехал, работает в Германии, Швеции или в Дании, но, если мы смотрим, опять же, что в Латвии получает из Евросоюза деньги, разные фонды, структурные фонды, ну, практически все дороги строятся на евросоюзовские деньги, Европейский социальный фонд, который финансирует огромное количество разных проектов в Латвии, это миллиарды, и, ну, это, где-то же эти деньги появляются, это кто-то же эти деньги зарабатывает, в том числе наши выпускники, которые подготовлены за счет госбуджета Латвии, но потом это, потом появляется уже, как фондовские деньги из Евросоюза. У нас есть звонок, мы вас попросим надеть наушники. Доброе утро. Доброе утро. Вообще много позиций, по которым говорит ваш уважаемый гость, они такие спорные, кстати, вот последние, готовить выпускников за границу, для того, чтобы потом пришли деньги на дороги. Какая в этом связь мне непонятна. Но вопрос у меня другой. Скажите, пожалуйста, если вы 10 минут тому назад сказали, что неизвестно, какие специалисты нужны будут через 5 лет в Латвии, а как же вы готовите за бюджетные деньги тогда специалистов? По наитию? Или как? Поэтому, может быть, они и уезжают, и не остаются в Латвии. И второй вопрос у меня к вам такой. Скажите, пожалуйста, из выпускников этого года, 2019 года, сколько человек стало учителями в школах, независимо, на свиншинстве или латышских, вообще, сколько учителей появилось новых из выпускников? Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, насчет того, что как мы можем знать, кого подготовить, ну, как я уже, может быть, могу только еще раз повторить, что мы не только, вузы не только, как бы, обслуживает рабочий рынок, но и, с другой стороны, создает. Вот, и через пять лет, ну, будет такая, будет народное хозяйство развиваться в той сфере, где будут специалисты. Если вузы подготовили огромное количество, не знаю, такого рода инженеры или другие специалисты, инженеры по охране среды или что-то, ну, другие специалисты, значит, в этих сферах будет какое-то развитие. Ну, потому что, где не будет ни одного специалиста, там и развития не будет. И там это такая взаимосвязь и, конечно, это такое, ну, моделирование в каком-то смысле, как будет развиваться народное хозяйство, но где подготавливаются специалисты, то в этих сферах и это развитие в каком-то смысле будет. Так что, нельзя сказать, что мы, госбуджет, подготовим абсолютно что-то, не знаем, что будет. Но мы знаем, что тем, где мы подготовили, мы подготовливаем те сферы, что важны для Латвии. У нас здравоохранение важно, образование, среда, да, у нас строительство, ну, эти все сферы, которые важны, там и мы вкладываем госбуджетные средства. Вот по поводу образования, был вопрос. Но я понимаю, что он и с иронией задан, ну, то есть смысл вопроса в том, что действительно ли идут работать учителями после того, как заканчивают вуз, вуз, студенты, зная, что очень, ну, тяжелые условия труда, маленькие зарплаты, или для них это просто, ну, нужно образование в общем. Ну, я должен сказать так, что, конечно, на 2019 год у меня нет данных, я думаю, никого нет сейчас данных, потому что выпуски были, только что были выпуски, и сколько первого сентября начнут работать, именно точное число, я не могу сейчас сказать, но там очень важен фактор такое, что большинство студентов, которые обучаются на факультетах, педагогических факультетах, они уже работают в школах, они уже работают учителями, это, и они практически продолжают, так что, но та проблема, которая была еще, может быть, 10 лет, или, может быть, 5 лет назад, когда довольно большое количество выпускников педагогических факультетов просто исчезла с сферы образования, фактически, это уже в каком-то смысле с прошлой, сейчас фактически это образование очень тесно связано уже с самой работой в школах, и это педагогическое образование фактически очень отличается от всех других программ обучения, потому что оно более и более становится, ну, такое, которое одновременно, это и вуз, и работа в школе, это большинство идет по этому пути, и потому сказать, что, ну, те, которые подготовили учителями, они как-то исчезли, это, может быть, не та проблема, но просто многих специальностях у нас просто нет, и студентов, это проблема. Есть вообще вузы, ну, вот, или направления, на которые не приходит ни один актуалер? Ну, такого нет, потому что такая программа бы не могла бы существовать, но мы знаем, что там прошлый год был большой такой, ну, скандал, если можно сказать, что только один учитель физики новый появился, но что делать, если больше нет выпускников, ну, если они не обучаются, но, в принципе, в Латвии нет такой системы, что мы можем кого-то заставить идти учиться какой-то программы вуза, это все-таки свободный выбор. А в этом году есть, вот, когда один студент есть? Студенты есть, и мы, конечно, надеемся, что ситуация будет более, ну, такая, такая гармонична, более гармонична развиваться, потому что на все вкладываются очень большие средства, в том числе евросоюзовские фонды, вкладываются на развитие педагогического образования, и сейчас в этот год, в ближайшие два-три года вкладывается несколько, более 4 миллионов евро, именно на развитие педагогических программ, как новые методы обучения, и чтобы не получилось так, что, с одной стороны, большие миллионы вложены, инвестированы в школах, на новые классы, оборудования, а учителях, учителей, ну, нет соответствующих учителей, и это сейчас, ну, это такая, может быть, такая несогласованность, ну, я думаю, в ближайшие два-три года фактически будет ликвидировано, но, конечно, проблема, сколько из этих учителей в конечном счете останется в школах как постоянный работник, это, конечно, сложный вопрос, и без решения вопроса зарплаты, там ничего очень оптимистического сказать невозможно, А много ли студентов начинают учебу и потом не заканчивают? Какой у нас процент на сегодняшний день? Это, к сожалению, довольно большое количество, но это, конечно, очень различно по разным направлениям, и больше всего, конечно, это в социальных науках, где 15 до 30 процентов, которые покидают учебу, ну, в рамках первого учебного года, есть, конечно, специальности, где-то, ну, меньше 10 процентов, там, 5-10 процентов, ну, там, конечно, одно, это подготовка к программе, это очень важно, какая была подготовка в школе, ну, чтобы могли продолжать обучение уже вузе в этой программе, это основные проблемы, конечно, в инженерных науках, там, по математике, физике, и это уже такая давняя история, ну, когда-то, конечно, это и решится эта проблема, но в социальных науках больше это связано с тем, что многие выпускники средних школ фактически не знают, что они хотят изучать, не просто подают документы, где-то начинают обучение, психология, или там социология, или другие программы, ну, и тогда в рамках первого учебного года понимают, что нет, вот это точно не то, что я хотел, и тогда покидает эту учебу, и тогда, но они обычно продолжают на следующий год какой-то другой программы, и, конечно, можно сказать, что как бы год потерян, но с другой стороны, конечно, лучше, если человек уже лучше раньше, чем позже, понимает, что он хочет или не хочет, и если этот первый год дал возможность осознать, что же действительно я не хочу, или я хочу, я думаю, что это тоже какой-то положитель, полезный такой исход. С этого года прекращен набор на русском языке, в частных вузах в том числе, это первый год, вы разницу видите, может, есть уже какая-то статистика, сколько... Конечно, мы это увидим в сентябре, когда будет уже сейчас первый такой, первая волна подачи документов, тогда будет второй этап, ну и до первого сентября будет видно, сколько же студентов, как этот набор осуществился, ну, на мой взгляд, очень больших каких-то проблем на прием латвийских студентов, я думаю, там фактически не будет, это, конечно, может отразиться на подбор иностранных студентов, ну, в принципе, это, конечно, в частных вузах только, где был какой-то... Были программы, конечно, еще несколько лет будут продолжаться программы, где студенты из Центральной Азии, например, стран, которые обучались на русском языке, но, конечно, там могут быть какие-то изменения, ну, в приеме студентов, что просто эти студенты не будут приезжать сюда. Но, но так очень четко сказать, что именно так это будет, наверное, сложно, потому что, ну, все время с иностранными студентами в частных вузах было так, ну, русский, английский, русский, английский, и они, такой чисто русского, русскоязычный программ фактически не был и до сих пор. Была такая часть на английском языке, какая-то часть на русском языке, но эти пропорции, может быть, теперь поменяются, так что посмотрим. Совсем мало времени у нас уже остается, цены повышены на учебу, это тоже новость последних дней, и в частности, вот на медицину на 12% именно на медицинские направления, на фармацевтику, и в общем, все университеты в большей степени именно на медицину поднимают. И говорят, что для оборудования, инфраструктуры, ну, для роботов, для обучения нужно? Что вы можете сказать? Ну, там очень важно понять, что эти цены относятся к очень небольшому количеству студентов, потому что в основном в медицине, формации, у нас есть госбуджетные места, и фактически госбуджетные, госбуджет обеспечивает основной массу выпускников, что необходимо для этой отрасли. То, что эти цены повышены, ну, это, конечно, это значит, что развиваются какие-то новые методы обучения, там, специальные лаборатории, симуляции, техники и так далее, но я думаю, что самый важный фактор это зарплаты, это просто показывает то, что зарплата в самой отрасли здравоохранения повышается. И чтобы привлечь преподавателей, ну, вуз не может платить намного меньше, чем платит в этой отрасли, ну, врачам, фармацевтам, другим специалистам, и это просто показатель, может быть, в каком-то смысле положительный показатель, что фактически зарплата в отрасли повышается, ну, конечно, стоимость обучения тоже повышается, но если бы у нас не было госбуджетных мест, это была бы очень большая такая тревога, но у нас фактически это относится к небольшому количеству, я надеюсь, что это не будет такая, ну, большая какая-то кризис не будет в медицинском образовании, ну, конечно, цены повышаются и в социальных науках, но что поделать, там тоже, я думаю, один вопрос это зарплаты, потому что там как привлечь специалистов, и как обеспечить рабочие условия, там, конечно, деньги нужны, и там, ну, со стороны студентов как бы такое отношение, с одной стороны студенты хотят более дешево, если это платное место, это совсем понятно, с другой стороны они требуют качества, и каждый год эти требования на качество повышаются, это очень положительно, что наш основной, ну, может быть, неправильно сказать клиент, но все-таки в каком-то смысле клиент вузов это студент, что он требует выше качества, ну, значит, и выше качества, это что-то больше и стоит, так что это мы не можем это повышение цен, просто однозначно сказать, что это только просто заработать больше денег, ну, в том числе государственные вузы, вообще, это бесприбыльные организации, но частные вузы в большом, по большому очень многие работают, как бесприбыльные организации, ну, там, просто зарплата, и все, и там прибыль, может быть, из других мероприятий, но не именно от осуществления программ высшего образования. студенты уже не приходят, но там и никто не поднимает цены. Здесь мы должны понять, что фактически три рижских университета, которые в основном повышают цены, это и только эти три вузы, где вообще растет количество студентов. Все остальные вузы в Латвии пытаются удержать предыдущие количество. Нам на сегодня пора заканчивать. Глава Совета по высшему образованию Янис Ветра был у нас в студии. Спасибо, что пришли. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова